Продолжение следует... ...место, где я работаю... Я думал, что только у нас там скотские условия... На самом деле... У... Уборщиц... Как я увидел... Очень маленькие помещения... Ну, личные... Они похожи на какие-то норы... Ну, там только есть место, чтобы переодеться, наверное... И все... Среди прилавков... То есть... За прилавками там... Незаметная дверь... Место... Очень маленькая... Комнатка... А у начальства... Нормальный... Ну, единственный там офис... Два офиса... Это у начальника... Достаточно просторный офис... И у его... Секретарши... Тоже еще больше офис... Рядом... Они... Просто сидят там... За комплом... Как бы... И все... В выходные... Начальство... Даже не приезжают... В воскресенье, по-моему, вообще нет начальства... А в субботу... Ну, хотя... Это и правильно... То, что... Ну, их же должен быть выходной... В субботу... Если приезжают... То рано... Уезжают очень... На машинах... Современных... Я видел... Только... Основного... Начальника... Якова... И... Его... Секретаршу... Которая... В седнем... Кабинете... Там... Одна... Сидит... И... Все... Хотя... Там... Для... Ну... Очень просторное... Обширное... Помещение... И... Как будто бы... Оно сделано... Для нескольких человек... Рядом там... Помещение... Небольшое... Охранников... С... Наблюдением... Ну... Камера... Где... Стоит компьютер... И... Камера наблюдения... Камера наблюдения... Там... Они... Смотрят... Приключают... Я... Попросил... Одну... Из... Больше... Ну... Когда я работал... Последние... Свои недели... Передать... Этому охраннику... С... Которым я поссорился... Что... Это меня... Как бы... Научили... Эти... Ну... Как их назвать... Царя... Послать его... Нахуй... В общем... Он... С тех пор... Стал... Захаживать... К ним... И... С ними... Общаться... Типа... Я не понимаю... Этого... Я... 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 Типа... Я... Мет... Я... 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 Может он хотел показать мне... Что он с ними в дружеских отношениях... Я не знаю. Потом, когда меня уволили, я там очень тяжело это переживал. Ну, я пришел в субботу или в воскресенье, в последний день. Учаил лестницу так тщательно, что у меня аж я еще при помощи ног, выпинул этот застывший снег, который невозможно было чистить лопатой, что у меня до сих пор на безымянных пальцах ног такие ссадины, которые до сих пор что-то не заживаю. Хотя уже время сколько прошло. Там вышел охранник один, который в очках. Ну, нормальный. Там все остальные нормальные. Я уже как раз собирался идти, приготовил метлу и, ну, помимо лопаты, чтобы пойти, выметать центральный вход от снега. Я подошел, а, ну, он сказал, что надо там убрать. Ну, я сказал, да, а сейчас как раз вот уже иду. Там этот, когда я подошел, этот охранник выбежал, с которым я поссорился и который притворялся, что все нормально у тебя. Выбежал на меня, ну, наехал с прямыми оскорблениями. Я собрал все вещи, пошел что-то и, как-то случайно заговорил там с уборщицей, она сказала, что странно, что тебя увольняют, ты же так хорошо убираешься. Я сколько раз замечала, но я с ней обменялся телефонами, сказал, можно с вами, когда этот начальник будет, чтобы вы хоть за меня слово сказали, что я нормально работаю. Ну, я, в общем, не мог смириться с увольнением. И она согласилась, и она сказала, а я могу позвонить ему. Я сказал, он обещал, что сегодня я выйду, он приедет, ну, я выйду на работу, и он со мной поговорит. Ну, по телефону он обещал. А он, ну, в итоге он не сдержал обещания, что он не вышел. И он, короче, на нее наехал, что типа, а ты чего вмешиваешься? И она испугалась. В итоге она сказала, что она не будет связываться. Ну, правильно. И еще эти молодые охранники, которые недавно появились, они стали меня... Ой, один из них стал меня постоянно там провоцировать. Так немножко... Ну, я, короче, не обращал, типа, внимания. Я ходил, короче, у меня... Я зато испугался, что этот главный охранник может на меня еще напасть. Я что-то посмотрел там, посмотрел, нашел какую-то от стола или стула. От стульчика, скорее всего, ножку. И ее так засунул. И она здесь торчала. Ну, я ее подбивал. У нее все равно, наверное, видно было. И он все время был с кем-то. Я хотел подраться с ними, типа, но он все время был с кем-то. А потом, когда... А, ну и потом я... А, ну я чувствовал грусть такую. Что меня увольняют и что... Что там скребляют. И там еще было видно, что в день или два все предыдущие... Этот сменщик, который друг этого охранника, он вообще не убирал ничего. Потому что там все переполнено было мусором. Как будто специально он не убирал, чтобы для меня оставить мусора побольше. Ну, я все убрал там. Такая полная дверь, одна коробка мусора была переполнена. И мешки тоже он не убрал. И там дофига их не копилось, я их убрал. И когда я убирал эти охранники, один охранник этот молодой провоцировал меня, а другой там посмеялся что-то. Ну, знаешь, похоже было, как будто я среди школьников каких-то оказался в стрёмной школе, где гопники учатся. Какая-то вот вообще херня. Как будто я, не знаю, это не взрослые люди, а какие-то школьники, причем младших классов так себя ведут. Я не знаю. Ну и, короче, грустно мне было. Но я думал, что вот сегодня обязательно должна произойти драка с этим охранником. Он же обещал меня отпиздить за этим зданием, там где баки. И я там находился, из этих баков нарезал коробки. К слову, с которых, которые забирали, ну, забирал, забирал определенный человек, он мне оставил свой номер, чтобы я передал Якову, начальнику, чтобы тот получал с этого процента. Ну, тот брал коробки, которые я нарезал и сдавал, а я ни копейки не получал. Ну, так вот устроено. И в этом помещении, где я находил, ну, которое предназначалось для меня, и общее для... Оно общее со свесарями. Тараканы ползали, они все были огромного, предельно огромного размера. Они гигантские, короче, тараканы. Они там спокойно как... Ну, вообще, разлазили везде. Само место очень стрёмное. Хоть и оно, как бы сказать, просторное, но это... Ну, все блага, которые там есть, это сделал сам один слесарь. Там телевизор сам принес и прочее. Кабинки очень маленькие, неудобные. Моя кабинка была засрана. Я не знаю, у меня почему-то все время в жизни, сколько мы не переезжали, мы всегда переезжали в дом, который... Ну, в квартиру, которая была полностью засрана. И там нужно было делать ремонт. Все время... И вот, когда я устроился на работу, эта кабинка, например, которая у меня была дана, она была полностью засрана. Я ее вычистил там... с помощью... усилий больших. Ну, вскоре меня уволили. Потом... мы приехали... Я не хотел ехать. Мы приехали с отцом. чтобы... Ну, что ли, я забрал... трудовую книжку. Так вот сложилось с судьбой, или как, странно, с сочетанием, что мне попался на глаза этот охранник, который на меня наехал там тогда. и он шел один. Я, короче, побежал к нему и... словесно его... ну, обозвол... ну, послал... ну, короче, нас так быстро... как бы... терминами, которые его наиболее заденут... ну... сначала я загавкал на него... и сказал... гавга... давай гавкай... ну, типа... и он, короче... по мнению моего отца, он... был в шоке... он... мой отец считает... считал тогда... ну... он сказал... мы потом поехали в сад к отцу... ну... короче, он... сказал, что если этот охранник... тебя увидит как-нибудь на улице, то он... типа... обойдет стороной... я... я сразу... сказал, что на самом... на самом деле он сразу отпиздит меня... я не понимаю, почему... он посчитал, что... он обойдет меня стороной... ну, типа, он говорит... что он... ошарашен... был... в шоке... наверное, остался после... того, как я подбежал к нему... ну, это да... я-то знаю, что он... что у него за психология... то есть... как у школьника... примерно... психика на уровне школьника... из неблагополучной школы... который... не ведет себя... хотя он... блин... ну, короче... у меня психика поврежденная... это и мозг... а у него просто... не дора... ну, как бы... оставшееся на уровне... эмоциональное... эмоциональное... развитие на уровне... ну, короче... школьников... которые... не ведут... ведут себя... не как взрослые люди... то есть... взрослый человек... так... такой психикой не обладает... как бы... ну, и синдромом вахтера... он обладает... то есть... через СВ завышенная... непомерная... такая вот фигня... все происходит одинаково... почему-то... ну... только... конечно... был один раз... что я... когда устроился... на эту ОПМ... там... в подвале, короче... с двумя взрослыми людьми... строительные работы делать... они сразу, как бы... негативно ко мне относились... а в остальных случаях... постепенно нарастал негатив ко мне... и эта ситуация постоянно повторяется... вначале с тобой нормально разговаривать... потом... уже... как-то... начинается... или когда... занимался скалолазанием... в зал ходил... там тоже... вначале... все было нормально... а потом... пришли новенькие... и... стало хуже... а потом вообще... пришел... эгоистичный предприниматель... который кинул нас на деньги... и вообще... как-то... стало очень плохо... я вообще... перестал туда ходить... вообще... как хреново... началось... все... так... я там чуть не упал... забыл... пристегнуться... вноси... нынешний... вноси... 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 на... а... Субтитры делал DimaTorzok Не знаю, смогу ли я к этому врачу попасть в понедельник или во вторник. Все, больше нечего сказать. Ничего бы не происходит в жизни. Ни с кем не общаюсь.